Как ухаживать за обувью из нубука и замши? Если этого не делать, то ботинки или сапоги очень быстро теряют свой насыщенный цвет. Замша на обуви может стать грубее или даже появятся какие-то потертости. В первую очередь, конечно же, такую обувь нельзя стирать в стиральной машине или даже руками. Во вторую очередь, нельзя использовать салфетки с содержанием спирта. Ну и третье, запомните, обувь из натуральной кожи и замши нельзя сушить на батарее и желательно никогда не оставлять на теплом полу. Используйте для этого полочку. Когда на улице влажно или снежно, наверное, каждый из вас уже знает это правило, но я его обязательно повторю, что нужно защищать свою замшевую обувь средствами влагозащиты, что не только защитит вашу обувь от промокания, а также сократит проникновение грязи и пыли внутрь впоры вашей замши, что в итоге облегчит уход за обувью. Еще один очень важный момент, о котором хочу предупредить, что сейчас, особенно на улицах больших городов, мы постоянно видим реагенты, которые неблагосклонно влияют на нашу обувь. Поэтому влагозащита, которой вы пользуетесь для сохранения обуви от промокания, она также защитит вашу обувь от реагентов. Итак, переходим к делу. С чего же мы начнем? Конечно же, с очищением. Когда вы пришли с улицы, вашу подошву можно протереть просто влажной тряпочкой. Если у вас обувь на светлой подошве, никаких проблем, здесь мы тоже подготовились. Можно будет использовать наше волшебное средство, которое поможет идеально очистить вашу светлую подошву. Кстати, ссылка на все средства, которые используются в этом ролике, будет ниже в описании. И все эти средства вы сможете найти на нашем сайте basarab.ru. Если во время ухода за подошвой вы увидите какие-то черкаши на подошве, либо даже на вашей замше, вы сможете использовать вот этот песочный ластик. Он очень хорошо очищает подошву и даже заломы, либо какие-то пятна на вашей замше. Следующий этап очищения – это очищение верха замшевой обуви, либо из нубука. Вот здесь как раз-таки нельзя использовать какие-то тряпочки, мыть под проточной водой. Этого делать нельзя. Это портит вашу обувь, это высушивает вашу замшу, и она может просто-напросто иссохнуться. А также при таком способе очистки замша очень сильно теряет свой цвет, насыщенность, влагу. Она портится. Чем же можно очищать замшу? Если у вас какие-то легкие загрязнения, вы всегда можете использовать влажные салфетки не на спиртовой основе, а именно на натуральных восках. Также они облегчают, обеспечивают питание и сохраняют бархатистость. И еще они безопасны для ваших рук. А также после использования салфеток дайте просохнуть вашей паре и используйте вот такую классную щетку из натурального ворса. Главное, проверьте, чтобы она ни в коем случае не была испачкана. И возьмите вот так хорошенько после того, как пара просохла, вот так взбодрите ворс на вашей замшевой обуви. И вообще, вы знаете, я очень люблю эту щетку и очень часто ее использую для того, чтобы просто смахнуть с обуви моей пыль. Если у вас все-таки более основательное загрязнение, что же тогда нужно использовать? Это различный пеночиститель. В нашем случае отличное средство, которое мы проверили, его можете приобрести на нашем сайте basarab.ru. Стряхните хорошо баллон, нанесите пену, шампунь на вашу пару обуви, используя щетку на мазок. Наносите прям на всю-всю-всю поверхность, чтобы у вас не получилось. Одна зона, например, нанесли пену, шампунь, и она будет более темная, а вторая, на которую не нанесли, она может остаться, может появиться разнотон. Щеточкой наносите пену, шампунь прям на всю пару. И после также щеточкой из натурального ворса, после того, как пара просохла, вот так очень-очень хорошо пару очищаете. И вот теперь, после того, как мы очистили нашу пару, дали ей обязательно высохнуть, а после этого начинаем пользоваться влагозащитой. Очень важный момент. Не наносите влагозащиту вот так близко. Таким образом вы можете, может образоваться пятно на вашей замке. Держите где-то на расстоянии 25 сантиметров. По всей абсолютно поверхности наносите вашу влагозащиту и дайте ей хорошо просохнуть. Минимум 3-5 часов. И только после этого можно выходить на влажную улицу. Я напомню, что мелкая пыль, грязь, частички, они не будут так проникать вглубь и не будут так загрязнять вашу замшу. Достаточно после влагозащиты будет прийти домой, дать паре просохнуть, используя щеточку, вот так всю грязь, пыль с нее стряхнуть. Либо еще раз напоминаю, использовать ластик, если где-то есть какие-то более глубокие черкаши. С течением времени любая замшевая обувь теряет насыщенный цвет, теряет свои первозданные качества, мягкость, эластичность, пушистость свою. Но всегда это можно поправить с помощью красящих средств. Если же у вас, например, пара, ну прям уже в очень непотребном виде, тогда лучше использовать жидкие средства. Таким образом, эти краски жидкие, они имеют более насыщенный цвет, они более заполнят вот эти все белесые прогалины на вашей обуви. Это будет обновление, полное обновление цвета вашей обуви. Если же вы просто хотите обновить цвет, тогда вы используете спрей-краску. Она совсем немного обновляет и насыщает цвет, но она делает еще одну важную вещь. Она напитывает и увлажняет вашу замшу. Если вы не можете подобрать цвет тон в тон, используйте тогда спрей-краску нулевку, которая бесцветная. Она также обновит ваш цвет. Да, это будет как чудо. Обувь, правда, станет такой прям, знаете, по цвету насыщенной, несмотря на то, что эта нулевка бесцветная. Цвет наполнится, замша увлажнится и будет выглядеть дорого и красиво.